Лазерсон Покажите мне человека, который не любит отбивные Я не исключение, тоже люблю очень отбивные и есть, и готовить Но у меня есть свои секреты Казалось бы, простое блюдо Но мне есть, что вам сказать, дорогие друзья Так что сейчас мои секреты приготовления свиной отбивной Ну, для меня, друзья, свиная отбивная начинается с очень специфического гарнира Потому что отбивные готовятся сравнительно быстро, а гарнир подольше Смотрите, что я сейчас принесу Это, как вы понимаете, банальный пропаренный рис В стакане Я беру кастрюльку Пока поставлю его сейчас Положу его в кастрюльку Пусть себе лежит Я начну еще сейчас лучше с другого Я сейчас начну вот с такой сковородки Вот сковородка Я включаю сейчас плиту Нагрев пошел Сейчас растительное масло Сравнительно много масла Вот так Оно сейчас нагреется Я пока могу помыть рис Я сполосну рис Вот так вот И пока он будет себе ждать своего часа Потому что пока Это будет гарнир к отбивной Отбивная успеется С ней все достаточно быстро будет происходить Рис Вода у меня Сейчас будет подготовлена Для того, чтобы варить гарнир А я тем временем беру вермишель Вот у меня есть Ну, вот я бывает Встану ночью, есть хочу И мне хочется макаронов Так я вермишель сварю Потому что она быстро варится С маслицем сварил вермишельки И очень хорошо, между прочим Сырку натер Хорошая еда Вот серьезно Быстро Это самый быстрый макаронный продукт На самом деле Это вермишель Потому что она маленькая Варится быстро Но сейчас я буду ее жарить Вы поверите в это или нет? Но вы поймете Если, не дай бог, вы это сделаете Как это вкусно Жареная вермишель В комбинации с рисом Потому что именно Это я сейчас буду делать В качестве гарнира К отбивной Пока у меня греется масло Мне надо, чтобы оно Собственно говоря Хорошенько нагрелось Я могу взять луковицу Я возьму луковичку И возьму-ка я ее почищу пока Почищу ее пока Сразу возьму еще одну миску Вот она Луковица Это уже я параллельно буду заниматься Конечно отбивными Тут надо, конечно, тоже Иметь терпение И работать очень тщательно Я возьму терку И вот на мелкой терке Натру лук Вот так вот натру лук Я буду плакать сейчас Ругаться Но я буду его натирать Но это стоит того Отбивные Стоит того, чтобы над ними Немножко порыдать Вот тщательно растертый лук Я сейчас Сполосну руки Чтобы Мне меньше От них пахло Возьму Пару Зубчиков Чеснока Еще И тоже натру Помыл чеснок Сюда же Прямо в лук У меня получится Такая луковая Луково-чесночная Натиралка Что ли Ну, всему свое время Всему свое время И чеснок сейчас будет натерт Туда же в лук С чесночком уже будет быстрее И более гуманно Потому что он слез Чесночок-то не вызывает Вот есть Чеснок Я сразу же убираю терку И эту миску с луком Чтобы мне в глаза пока не било И сполосну руки Ну вот Масло у меня уже нагрелось Я это вижу Теперь смотрите Вот она вермишель пошла в масло Я ведь не шутил Когда говорил Что я буду ее жарить А я сейчас вот так вот Вермишелечку буду жарить До коричневого цвета, друзья До хорошего коричневого цвета Теперь я беру Вот такое сито Возьму миску И подготовлю такое вот Устройство, чтобы Отсаживать Вермишель Вермишель еще не готова Она у меня будет откровенно коричневой Я к этому стремлюсь сейчас Всеми силами своими Это еще мало Это еще она сейчас Мало коричневая Она у меня будет больше коричневой Я, чтобы не забыть В рис пока добавлю соли немного Вот так Посмотрите, какой приятный цвет сейчас У вермишельки Но еще мало цвета мне Мне нужно цвета еще больше Здесь важно не упустить И следить постоянно за вермишелью Чтобы она жарилась равномерно И не стало темнее, чем надо Вот мы уже приближаемся практически К цели Но еще чуть-чуть осталось Думаю, что вы никогда не жарили вермишель Правда? Он говорит, сумасшедший повар Сейчас что-то нам готовит Такой нет Я знаю, что я делаю Все Вот посмотрите, какая получилась Красивая вермишель Она немножко через дырочки прошла Меня это не пугает Вот масло в основном стекло И вот теперь я Отправил вермишель К рису Теперь я перемешаю все это ложкой Это будет гарнир Вот такая вот смесь риса и вермишели Обжаренной И сейчас я все это сварю Я для экономии времени могу Использовать кипяток У меня всегда под рукой хороший чайник Который умеет поддерживать температуру воды И я сейчас налью Воду вот так вот вровень И это мой будет шикарный гарнир Вот к отбивным я его люблю Значит, булькает гарнир Я сейчас уменьшу нагрев немножко Чтобы не было такого агрессивного нагрева И пусть себе варится А я пошел за свининой наконец Вот у меня Я люблю постную свинину, признаться Ну, мне жирного уже нельзя Вот я Это корейка, это постная свинина То, что называется карбонат Я сейчас нарежу Карбонат на Порционные куски Ну, четыре хватит, я думаю Мне одному четыре отбивных Вполне хватит Для одной трапезы И теперь их нужно отбить Ну, для эффективного отбивания Всегда доску можно немного смочить водой Чтобы мясо к ней не прилипало Я поэтому люблю вот так потлить водички Увлажнить доску Бить надо через пленку Это понятно Тогда мясо, соки не брызгают И буду отбивать Подготовлю тарелочку Это будет такая рабочая тарелка Для укладывания отбитых в кустов мяса Значит, я беру Молоток И Всегда бью вот этой плоской стороной Не люблю зубцов Люблю вот это место Отбиваю мясо А теперь смотрите Я беру, помните Мою смесь тертого лука и чеснока Перемешаю все, что здесь есть И теперь Я вот так возьму И вот так вот Смажу тертым чесноком с луком Отбивнушку с одной стороны И вот так вот с другой стороны Это я первую отбивнушку только смажу с обеих сторон А потом каждую отбивнушку я могу смазывать только с одной стороны Потому что они будут стопкой лежать И контактировать друг с другом Я поставлю возле себя соль Потому что я не забуду Посыпать еще отбивнушки солью Вот так пусть лежат Все, поехал дальше Вторая Я сейчас все-таки Эту пленочку Чуть-чуть подчищу Вот так Вторая отбивнушка Я могу использовать Тот же кусочек пленки Следующая отбивнушка Видите, я уже не буду смазывать Вот эту часть Потому что эта часть ляжет сейчас на лук И на чеснок от предыдущей отбивной И эту отбивную мне достаточно смазать только сверху И так я двигаюсь дальше Вот это будет сейчас обогащение отбивных Вот луково-чесночным вкусом Согласитесь, что чеснок и лук для мяса Это всегда хорошо Особенности для свинины Вот, эта пленочка мне уже не нравится Я возьму новую Опять я сейчас чуть-чуть вот здесь подчищу пленку И отобью Еще два кусочка Смазывая их Каждый раз Смесью лука и чеснока И посыпая солью Чтобы не забыть Вот какое-то время, между прочим, отбивнушки так могут полежать Минут двадцать, полчасика Это мои отбивные Потому что, ребята Я показываю вам свои Не важно, что мясо немного рвется Это совершенно не должно никого волновать и пугать Есть Вот Вот это первый этап Собственно, работы Я возьму тарелку Сейчас тоже такую подсобную И теперь я отправляюсь За куском хорошего пармезана Ну уж простите меня Вот так надо Я беру кусочек хорошего пармезана Вот он у меня есть И натру его На терке В эту вот тарелочку Я не буду так уж много натирать пармезан Я, видите, тру в одну сторону Так тереть эффективнее, чем на одном месте елозить Вот я не так уж много натер Теперь Я беру отбивнушечки И смотрите, что сделаю Посыпаю каждую пармезаном И рукой вот так вот Впечатываю пармезан в отбивнушки С одной стороны И с другой стороны Я как бы вбиваю пармезан в мясо Чтобы он хорошо приклеился к мясу И так я сделаю сейчас Со всеми оставшимися Уже промаринованными отбивнушечками В луке И в чесноке И вот она последняя Как раз мне сыра примерно Хватает Для всей моей компании отбивнушек Это пока еще будущие отбивнушки только Я могу вернуть их пока Скопом опять На подсобную тарелку Проверяю гарнир Хорошенький мой Вот уже какой Впитывает влагу Он собственно практически готов уже Немножко воды Еще добавлю Опять горячий И пусть еще немного Потомится Гарнирчик Вкусно-вкусно Дети между прочим Так тоже любят есть Не только взрослые Я имею ввиду Такой гарнир Ну теперь Рассмотрим вот эту историю Это сухари панировочные Но я не могу Да Так панировать мясо Потому что мясо сейчас достаточно сухое Я должен увлажнить мясо Льезоном Ну известная штука Яйцо С водой Либо яйцо с молоком Но я добавляю немного муки Посмотрите как я делаю льезон Я сейчас возьму Ну два яйца Два яйца Молоко Вот немного молока Возьму пока одно яйцо Немного соли Сюда Обязательно немножко муки Я люблю добавить Тогда льезон Получается таким более клейким И на него лучше приклеиваются сухари Вот это крайне важная история Теперь Как я уже сказал мука Ну и Естественно вот эта штука Которая называется Венчик Сейчас мука Я готовлю льезон С мукой Вот она Вот он льезон Вот достаточно получился клейкий Хороший льезон Опять подсобная тарелка Для того чтобы складывать уже запанированные отбивные На подсобную тарелку Я тем временем сделаю вот что Мне сейчас нужно растопить немного сливочного масла Друзья Я сейчас возьму кусочек сливочного масла И его растоплю Ну прямо вот в этой сковородке Где я обжаривал вермишель Она чистая Мне нужно сливочное масло Вот я сейчас такой кусочек масла Потихонечку растоплю Чуть-чуть подниму температуру Значит вот Отбивнушка Вот я ее Полоскаю Полощу в льезоне И В сухари Конечно надо ее чуть-чуть Вот так прижать рукой Чтобы сухари хорошо наклеились На каждую сторону И вот получается у меня Хорошая панированная Отбивная Свина Так я поступлю ровно 4 раза Потому что отбивных у меня 4 Мне точно хватит Вот так Вот они какие Большие получаются На самом деле мяса здесь немного Просто мы его тонко отбили Поэтому кажется что много Вот так Лук Мясо уже напиталось луком Чесноком Под сухарями будет пленка Растопленного пармезана Расплавленного Когда они будут жариться И будут еще оставаться горячими В общем это фирменные отбивные Я вам скажу И теперь Последняя Четвертая Отбивнуха Ну вот Теперь я сдвину гарнир На другую конфорку Немножко я ей дам нагрев А сюда поставлю Достаточно большую Мощную сковородку Она позволит мне Жарить Ну все равно Наверное одну отбивную Потому что у меня получились большие Но тем не менее Значит вот Растительное масло И вот тут я настаиваю На использовании Части сливочного масла То есть отбивные Вкусные Если их жарить На смеси двух масел Растопленного Сливочного И растительного Поэтому я сейчас Добавлю сюда Еще и сливочное масло Растопленное Вот так И теперь ждем нагрева Ждем нагрева Я поджарю сейчас Ну наверное две отбивные Четыре жарить я не буду Две отбивнушки Сейчас поджарю Хорошо когда отбивные Запанированные Немного полежат Тогда панировка на них Подсыхает И как бы лучше Приклеивается к отбивным Поэтому не надо сразу Запанировал и в сковородку А дай им отдохнуть Немножко Вот это очень важный момент Между прочим Для отбивных Ну вот мне остается Только ждать Сейчас пока Нагреется масло Сейчас Вот уже греется масло Я вижу что уже процесс Пошли пузырики Я пока могу подготовить Кстати говоря Большую тарелку Уже для подачи Ну вот поехали Вот такой вот шматочек Жарится отбивна Я могу сейчас Ну что например Выложить гарнир Что у меня здесь есть Ну например у меня есть Вот такая вот Мисочка маленькая Я могу сейчас гарнир Придать гарниру форму Пока у меня тут жарится Бивна Я могу немножко поиграться сейчас Я могу сейчас Чуть-чуть взять Маслица Вот так смазать формочку Это салатничек Такой маслицем Вот так Добавить сюда Положить сюда гарнир Вот такой Рис с червячками Очень я люблю его Я сейчас гарнир Вот так вот Утрамбую Ложечкой Вот посмотрите Как она шкварчит Как она Отбивнушечка-то шкварчит Вот так мы шкварчим Переверну Переверну ее Родимую Вот она какая золотистая Ой зараза Люблю ее Теперь я Сейчас Расположу гарнир Вот на тарелке Примерно вот так С краешку Вот видите У меня получилась Такая могучая кучка Сейчас я Ее родимую Она уже готова Все Вот так я немножко ее подержу Чтобы убрать Масло лишнее И на тарелку Сейчас вторую положу Потому что мне мало одной Вот какая ровненькая Эти от греха подальше Уберу Жарим вторую Быстренько Опять же Вот так ее Пополощем Немножко Подвигаем Здесь Соус будет Сейчас Соус будет Соус Простой Весьма Но мне важна Эта же сковородка Поэтому Я не могу делать соус Пока я не поджарю Вторую отбивнуху Соус Очень простой Будет Тут усложнять Не надо Вот она Вторая Отбивнушка И мы готовимся К соусу Я считаю Что она практически Готова Вторая Моя Ласточка Вот так Это сейчас Я все Вылью В раковину Могу В мусорное ведро Вот у меня Осталось Здесь Немножко Посмотрите Вот таких Прижарок Я сейчас Добавлю сюда Немножко Растопленного Сливочного Масла Я сюда Дам Чуть-чуть Муки Вот так Вот посыплю Сковородку Мукой Все это Погрею И дам Сюда Бульон У меня Заранее Готов Бульон Говяжий Куриный Неважно Какой Грибной Сейчас Я вот так Это все Закипячу Все это Загустеет От того Что здесь Была мука И теперь Последний Штрих Горчица Из банки От горчицы Тоже дополнительно Загустевает Этот соус Потому что Горчица Всегда Способствует Загустению И я могу Этот соус Подать В отдельном Соусничке Ну чтобы Уже Можно было Его Подливать Так Как хочется Тому Кто Будет Есть Это блюдо Вот так Поставим Соусник Ну и Можно Например Какую-нибудь Зеленушку Дать Дать Вот такой Пучочек Под петрушки Положив Его сверху Побегами Вверх Стебельками А листиками Вниз Дорогие друзья Сегодня Вот с этим Рецептом Хорошей Нормальной Свинной Отбивной Я отдал Вам Кусок Своей Души А вы Друзья Помните Что Хорошая Свинная Отбивная Это Всегда Душа Обеда Свинная 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 Свинная